Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, николая, были Бога у 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 нас! Память 14 тысяч младенцев от Ирода Вифлееми убиенных! Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался. На кого же он разгневался? С одной стороны, на волхвов, которые смеяли его, с другой же, на новорожденного царя иудейского. На волхвов он гневался за то, что они не возвратились к нему и не возвестили о младенца. На Христа же гневался из боязни, как бы он не отнял у него царство, ибо не зная, что царство Христово не отмирает сего, Ирод полагал, что Христос будет владеть земным царством. Что вы сделали, окаянный Ирод, не будете в состоянии не отомстить волхвам, ибо они уже ушли, не убить Христа, ибо его нельзя было найти. Он излил свой гнезд на неповинных младенцев, как лютый зверь, когда бывает ранен, часто не смотрит на того, кто его ранил, но бросается прямо на то, что у него перед глазами, и в ярости терзает это, как бы самого виновника своей раны. Так Ирод, мученный гневом, и не находя виновников своего гнева, обратил свою ярость на младенцев, ни в чем не повинных пред Нил. Он послал вооруженных, как бы на войну, волну, чтобы избить всех младенцев Тифлееми во всех окрестностях его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Ирод помнил указанное волхвами время появления звезды, которая, согласно толкованию святого Златоуста и святого Пеофилакта, появилась еще до Рождества Христова. Но за сколько именно времени? Если она явилась в самый час Благовещения, то от Благовещения Пресвятой Богородицы до Рождества Христова прошло 9 месяцев. Но волхвы пришли в Иерусалим в самый день Рождества и поклонили к Христу Тифлееми и иным путем отошли в страну свою. Поэтому Ирод не тотчас же узнал, что осмеян ими. Но полагал сначала, что они, не нашедшие искомого младенца и устыдившись своей ошибки, не посмели явиться к нему и тайно со стыдом вернулись к себе. Затем, спустя 40 дней, совершилось в охраме Соломоновом славное событие. Старый Симеон и Анна Пророчица встретили здесь божественного младенца, принесенного Богоматерию в день очищения. И засвидетельствовали о Христе и много явно благовествовали о Нем народу. Слух обо всем, что произошло во храме во время встретения Господня, распространился по всему Иерусалиму и достиг до царя. Тогда Иерусалим понял, что это и есть воистину искомый младенец и что справедливо было сказано волхвами о новорожденном царе, которого они нашли в Иеремии, но не возвратились к Иерусалиму, призряв его власть, беззаконный Иерусалим разъярился необычайно. Он тотчас же стал пытаться найти младенца с помощью коварства и тайных ухищрений, но не мог, ибо Иосиф бежал с ним в Египет тотчас же после бывшего ему видения. Старания Иерана найти Христа продолжались в течение года. После этого ему по какой-то причине понадобилось отправиться к Рим, к Кесарю. Иерат был в великом смущении, что еще не нашел искомого младенца, ибо боялся, как бы в его отсутствии не нашелся и не прославился в народе новый царь, и не отнял бы у него иудейское царство. Поэтому он тотчас же решил в уме своем избить всех детей рифлеемских, чтобы погубить таким образом вместе с ними и родившегося царя. И совершилось это беззаконное где-то убийство в первый год по Рождестве Христовым, 29 декабря. В этот день и принято церковь праздновать память избегенных младенцев. От времени же появления звезды прошло тогда один год и девять месяцев. А то, что Иерат избил младенцев от двух лет и ниже, это он сделал с боязнью и для большей безопасности. Так Святой Златоуз говорит, не делись, что Иерат повелел избивать младенцев от двух лет и ниже. Ярость и боязнь сошлись в мучители. Поэтому Иерат стал весной осторожен и от великой боязни обрек на убиение и более старший возраст. Согласно с этим говорит и Есимий. Это Зигабен, византийский богослов XII века. Иерат полагал, что звезда не тотчас же появилась волхвам, но что младенец родился за лого до ее появления. Для большей безопасности он и повелел предварить время на два года. Побивались младенца различные. Одних убивали метем, других разбивали о камни, стены, иных бросали озень, попирали ногами, душили руками, разрывали, раздирали на части, пронзали, разрубали пополам. Горько рыдали матери, и великий вопль их доходил до небес. Они рвали на себе волосы и одежду, и терзали себя так, что исполнили слова пророка Иеремии. Глаз слышен в раме плач и рыдание вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет. Рамы назывался город, стоявший на холме, в делах колена Вениаминова. Рахиль уже некоторые именовали вислием, ибо в нем была погребена Рахиль, с услугой патриарха Якова, мать Вениамина. А отгробили... Рамы называются город, стоявший на холме, в пределах колена Вениаминова. Рахиль уже некоторые именовали вислием, ибо в нем была погребена рать и супруга патриарха Якова, мать Вениамина. А отгробили вислием и вислием получил наименование Рахили. Итак, когда в Рахиле, то есть, вислиеме избивали младенцев, то в городе Раме, как отстоявшем не очень далеко от Вислиема, были слышны плач, рыдание и великий вопль матерей, плакавших о своих убитых в тядах. Плач этот отчасти описывает два святые Иоанна, Златоус и Дамаскин. Первый из них повествует следующее. Видя это, матери спрашивали убийц, за что вы убиваете наших детей, какую обиду причинили они царю или вам. И не было никого, кто бы ответил, почему совершается это напрасное убийство. Не было никого, кто бы утешил их в этом великом горе. Они же с воплями вызывали к воинам, пощадите нас, пощадите. Разве у вас у самих нет матерей? Разве вы не ведете любви материнской? Разве у вас нет жен? Разве не были вы любимы вашими матерями? Неужели вы не страшитесь, что и с вашими детьми случится то же? Сжальтесь над нами, не лишайте нас детей наших. Но избейте сначала нас самих, ибо мы не в силах перенести смерть наших детей. Промзайте нас самих. Если наши дети причинили вам какое-либо зло, то пусть и мы умрем вместе с ними. Так вопили они в сердечной тоске и обезумев от печали, забывший стыд, раздирали на себе одежды, от скорби били себя в грудь, терзали себе лица, рвали волосы и призывали небесово свидетелей, взывая к Богу. О, Владыка наш Господи, что значит эта великая жестокость царя? Он восстает на твое творение. Ты создал, а он убивает. Ты дал им детей, а он отнимает их у нас. Зачем родили мы на свет мальчиков, если наши младенцы должны подвергаться столь жестокой смерти? Ситуан Дамаскин повествует об этом плаче так. Матери, претерпевшие страдания при рождении своих детей, сидели при трупах убитых младенцев с распущенными волосами, воздирали руки к небу. Они рвали на себе волосы, посыпали волосы пылью, призывали небесово свидетелей и, обливаясь слезами, так говорили к отсутствующему ироду, как бы к присутствующему. Что значит это повеление, твое царь, направленное против нас? Разве ты не отец своих детей? Разве ты не знаешь, как велика любовь родителей к детям? Звезда не оскорбила тебя, но почему ты тогда не направляешь свои стрелы в небо и иссушаешь молоко в наших сосах? Волосы не причинили тебе зло, но тогда почему же ты не воюешь с перфи, а лишаешь детей вифлеем? Если родился новый царь, и ты узнал о нем из книг, то схвати Гавриила и посади его в темницу. Вскоре по избиении святых младенцев число которых было 14 тысяч. Казнь Божия постигла и самого убийцу, царя Ирода. Жесток был конец его жизни, как повествует о том святой Сеофилакт. Одержимый горячкой болезнью внутренности, опухолью ног, заграждением ноздрей, трясением всего тела и распадением всех членов, лукавый царь, съедаемый червями, в страшных мучениях испустил дух. Повествуется также, что ему недостаточно было избить вифлеемских младенцев. Но еще при самой кончине своей оно предал смерти множество знатнейших и славнейших граждан Иерусалима. Так он казнил Геркана, первосвященника иудейского, а также всех тех первосвященников и книжников народных, которых раньше спрашивал, где должно родиться Христу, и которые ответили ему в вифлееме иудейском. Всех он впоследствии умертвил мечом. Это было для них праведным судом Божиим. Так что все они вместе с Иродом скончались в жестоких мучениях, как возвестил от им ангела Иосифа в Египте. Умерли искавшие души младенца. Очевидно, искал не один Ирод, но все советники, его первосвященники и книжники. Поэтому и умер не один Ирод, но и все искавшие вместе с ним души младенца. Тот был вымышлен самим Богом, а эти были избиты Иродом. Кому они сочувствовали, от того и приняли жестокую кончину. А что все они искали убить Христа и были единодушны с Иродом, это ясно и вот откуда. Когда скончался праведный старец Симеон благоприимец, свидетельствовавший о Христе в храме и перед всем народом, то они за это не сподобили его достойного погребения, которое бы приличествовало столь святому мужу, премудрому учителю, прозорливому пророку и уважаемому всеми старцу. Также предали они смерти святого пророка Захарии за то, что он поставил на место девиц, где не подобало стоять замужним женщинам пресвятую деву, пречистую, вошедшую с младенцем во храм для освещения. Об этом напоминают Григорий Ницкий, Кирилл Александрийский, Андрей Критский. Когда увидели это книжники форисея, то пришли в негодование. Захария же противосталым удостоверяла, что сия Матери по Рождестве осталась чистой девой, а они не поверили ему. И когда святой сказал, что природа человеческая вместе со всяким созданием подчинена своему Создателю, и что в его всесильной воле устраивать тварь свою по своему произволению и сделать так, чтобы дева родила, и по Рождестве прибыла дева уже. Посему, говорил он и сию, Матерь я допустил на место девиц, как истинную деву. Книжники разъярились в сердцах своих на Захарию, как на явного закона преступника, и с недавимой завистью гневались как на то, что матерь младенца была поставлена на месте девиц, так и на то, что возглашались такие свидетельства младенца. Они не утаили своих чувств перед Иродом, но высказали ему их. И немедленно начали искать младенца, но не нашли его, потому что его систь тем временем бежал с Марией в Египет. С тех пор книжники стали сильно гневаться на святого Захария, а вместе с ним и на старца Симеона. Симеон вскоре скончался, и они не сподобили его достойного погребения. Захария же в последствии по их просьбам был осужден Иродом на смерть. Во время избиения вифлеемских младенцев был убит святой Захария между церковью и алтарем за то, что не отдал на убиение сына своего Иоанна. Так отомстили ему книжники-фарисеи за его свидетельство о причистой деле и за то, что поставил его в охране на месте девицы. Вскоре и сами не приняли заслуженную казнь от руки своего же царя Ирода. Какой меры они мерили, такое было им отмерено. Отдельно от них были также усечены Иродом 70 мудрейших мужей, собрание которых называлось Синедрионом в Верховной Судидице иудейское, заведовавшее также государственными делами, но состояло из 70-72 членов и собиралось под главенством первосвященника. А одного только из них он оставил в живых, но и того повелел ослепить. Были в то время Иерусалиме два премудрых, знаменитых и любимых в семье учителя, Иуда, называемые Аврифеем и Матфеем Горгулофе. Их он велел сжечь живыми вместе с некоторыми их друзьями. Но еще раньше этого Юра свирепо восстал на свой собственный дом. Казнил своего брата Феррора, сестру Соломию и мужа ее, происходившего из колена Давидова, свою жену Марьянну, тоже из колена Давидова, рожденного от нее сына своего Антипатра, затем еще двух сыновей арестового Александра и многих других предал он неповинно смерти. Наконец, находясь уже при смерти, Иерусал завещал вернейшим из своих воинов относительно прочих славных мужей иудейских, которых еще немало осталось у него содержимых в боковах, чтобы, когда он испустит дух, воины немедленно убили всех этих узников. Да не возрадуется Иудея Ила смерти, но скорее да расплачется при виде стольких мужей своих убитыми. Повеление это, к счастью, не было исполнено. Так погиб злой, злой уже смертью, погубив многих вместе с собою. Он селился в Ааде вместе со своими единомышленниками. Святые же младенцы за Христа избиенные водворились с ангелами на небесах, ибо таковых детей воистину из царства небесное, о Христе Господе нашем, которому слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. веки. Субтитры создавал DimaTorzok